Нужно ли обязательно страховать госслужащих республики? Сегодня по этому поводу парламентарии активно спорили на сессии Государственного совета Чувашии. Новый законопроект давно обсуждается в сети и средствах массовой информации, обрастая мифами. Все точки над «и» поставили во время почти двухчасовой дискуссии. Члены Государственного совета не успели приступить к работе, как депутат Константин Степанов потребовал убрать из повестки дня обсуждение законопроекта об обязательном страховании госслужащих республики. Считаем, что такая забота о людях сидячих в креслах избыточна. Зарядки со звездой и периодические пробежки за крупными чиновниками, думаю, вполне достаточной профилактикой рисков здоровья этой социальной группы. Предлагаем снять вопрос и рассмотреть его на следующей сессии, расширив круг получателей социальной поддержки. Однако большинство депутатов рвения коллеги не поддержали. Один из главных мифов гласит следующее. Законопроект подготовлен специально для высокопоставленных чиновников. Реестр должностей, утвержденный указом главы Чувашской республики, указом президента Чувашской республики, не включает в себя должность главы Чувашской республики и другие государственные должности. Включая должности, я просто перечислю, председателя кабинета министров, министров, заместитель председателя кабинета министров, заместителей, представителей государственного совета, заместителей и так далее, и так далее, и так далее. По словам законотворцев, новые правила будут распространяться на помощников и специалистов, чья ежедневная работа не видна широкому кругу жителей республики. Отчего их планируют страховать? Страхование подразумевает в случае смерти от заболеваний, в случае назначения инвалидности, следствия заболевания или несчастных случаев. Насколько такая страховка необходима? Статистика рассказывает, с 2015 года было зафиксировано 3 смерти госслужащих и 8 случаев назначения инвалидности. Цифры небольшие. Например, у врачей скорой помощи эти показатели выше в 5 раз. Однако, по мнению законотворцев, страховка может стать одной из социальных гарантий, способных привлечь на госслужбу новые кадры. Сами депутаты признают, работа специалистов напряженная, часто сопряжена с ограничениями и переработками. Гражданские служащие, они имеют ряд ограничений. Вот чётко запомните, 12 ограничений и 20 запретов. Несколько лет забораживали им зарплату. Кроме того, что у них есть ограничения запретов, мы не выделяем субсидию. Значит, мы последний факт, который инвестируем на 4-4-3 процента. Ну, коллеги, давайте-ка хотя бы их поддержим. В конечном итоге законопроект был принят в двух чтениях. Кроме этого, депутаты решили в ближайшее время рассмотреть возможность страхования врачей скорой помощи и учителей. Виктор Вавилкин, Никита Углёв, Вести Чувашия.